Крупная мошенническая сеть раскрыта в Нижнем Новгороде. Аферисты действовали под вывесками Центров коррекции судьбы. Представляясь магами и ясновидящими, они предлагали пришедшим к ним клиентам снять порчу с глаз и даже избавиться от болезни. Чтобы расплатиться, люди продавали квартиры и брали кредиты в банках. Подробности у Юрия Чухина. Кадры оперативной видеосъемки фиксируют сеанс ясновидения. Сотрудник полиции под видом клиента обращается к ведунье. По легенде, не здороваются родственникам. Маги работают по отработанной схеме. Сначала деньги, потом вердикт. Он, разумеется, неутешительный. На квартиру клиента наведена порча. Там сброс энергетики не один был. Он это почему-то успел убирать. Как уверяли экстрасенсы, наговоры, чары и заклятия одолевали всех и каждого, кто приходил к ним за помощью. Дениса Хныкина маги поначалу консультировали по телефону и сразу заявили, в вашем доме поселился дьявол. Этот разговор он записал на диктофон. Изгнать демона оказалось просто. Всего-то и нужно было купить свечу, как поведали экстрасенсы, специально привезенную до этого в Нижний Новгород из Иерусалима. Когда я был под гипнозом, я как-то не придавал значения, и отдали деньги. А когда я от гипноза отошел, я сейчас вообще в шоке. Как я мог за 30 тысяч купить вообще? Колдуны, работавшие под вывесками Центров коррекции судьбы, для каждой жертвы придумывали свой способ избавиться от мифического заклятия. Особенно поразила полицейских история 13-й матрицы. Семейной паре за магические услуги предложили выложить 333 тысячи рублей. На эти деньги приобрести 333 барана, отправить их в город Иерусалим, принести их в жертву. Если вы этого не сделаете, к вам придет 13-я матрица, высосет из вас всю кровь, вы попадете в ад и будете распяты на кресте. Руководители так называемых Центров коррекции судьбы сейчас арестованы. Офисы магов, колдунов и ясновидящих закрыты. Возбуждено несколько уголовных дел по статье «Мошенничество». Как говорят полиции, выручка одного такого центра в месяц доходила до 10 миллионов рублей. Расследование деятельности мошенников, выступавших под видом целителей, только начинается. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Потерпевшими по возбужденным уголовным делам уже признаны 48 горожан. Но, как полагает полиция, общее число жертв-обманщиков-экстрасенсов может превысить и тысячу человек. Юрий Чухин, Владимир Бессарабов, Первый канал, Нижний Новгород.